Приветствую вас, Ирина. Мне думается, что в вашей ситуации есть несколько моментов, на которые хотел бы я обратить ваше внимание. Первый и важный момент, то что вы в целом, я не знаю, замечаете или нет, по-прежнему нацелены как будто бы на выстраивание отношений с мамой, допустим, с вашей. Хотя в этом, ну, хотя это, я бы не сказал, что реально, по крайней мере, так как хотелось бы вам. И, на мой взгляд, здесь момент в том, что вы сами, вам самой хочется наладить отношения с мамой своей. Конечно, вопрос, для чего и зачем, вот. Это лично важно. Какую свою проблему вы пытаетесь с этим решить? Это важно. Это, конечно, важно. Следующее, о чем хочу сказать. Это обиду. Вообще, меня не покидает на протяжении вот всего вашего, значит, сообщения, ну, всего вашего текста, да, мне не покидает ощущение, что вы как будто бы до конца не отдаете отчет. В том, кто перед вами, то есть вы не отдаете себе отчета в том, что ваша мама не тот человек, которого вы хотели бы видеть. То есть, ваша мама, она на другой человек, на совершенно другой человек, совсем другой человек. У нее другие ценности, у нее другие взгляды, вот. И самое, что главное, она не пытает к вам теплых чувств, ожидания которых у вас, на мой взгляд, на постоянной основе имеют место быть. То есть, вы вот на постоянной основе ожидаете от матери и ведете себя с ней так, что как будто она вам... что-то должна, как будто она обязана вам чем-то и так далее. Я понимаю, примерно понимаю, откуда данная позиция ваша идет, потому что вы много чего делали для нее и... она вас принижала и так далее, и вам кажется, что за это она вам что-то должна. Но на самом деле, конечно, нет, потому что если бы она была вам должна, да, если бы она что-то чувствовала к вам, она бы себе так не была. То есть, вы вот на таком глобальном уровне живете в постоянном диалоге со своей мамой. Именно, 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 что вот у вас диалог идет с мамой. Вот. Борьба какая-то, постоянная. Понимаете, постоянная борьба идет у вас с мамой. Но если так вот подумать, да, то, собственно, будете вы с призраком. Потому что реальная мама, реальная ма... э, реальная. Да, она... ну, другая. Но вы отказываетесь ее понимать. Отсюда все обиды у вас. Потому что... Как же мама может вести себя так? Как же мне ее прощать? Говорите вы. И... в принципе, я понимаю, о чем вы говорите. Да, но... Простить можно, наверное, только того, кто раскаивается в какой-то степени за то, что сделал. Но... Важно, она не раскаивается. Потому что она считает себя полностью в праве. А вот вы и мы прямо переходим к следующему моменту. Вы... Вы... Вы находитесь в состоянии жертвы. Потому... Потому что... А... Все время ожидаете помощи. В то время... Ммм... Как мне показалось, да, чувствует несправедливость. И... В целом... Вот... Такое ощущение, да, что вы... Э... Э... Сами... С... Создаете... Возму... Возму... Для... Ваших... Э... Родных... Э... Как-то вот вас уголоть. Как-то вот вас задеть. Если вы, конечно, понимаете, э... Что я... Имею в виду... Вот... Ну, я надеюсь, что... Вы понимаете, что я хочу сказать, потому что это очень важный момент. То есть, вы живете в определенной иллюзии. Иллюзию, которую вы создали себе сам. И вы в этой иллюзии живете. Зачем нам эта иллюзия? Ну, может быть вы надеетесь до сих пор сделать так, чтобы мама, ваша мама вас полюбила. Ну, может быть вы надеетесь на это. Может быть есть что-то еще на что вы рассчитываете, но в любом случае вы боретесь. Вы боретесь именно, боретесь и боретесь против, как бы, того, что мама к вам чувствует. А чувствует она к вам ровно то, что может чувствовать. Но вы ее не принимаете. То есть, нужно вам помочь как раз таки принять твою маму. Принять ее вот такой, какая она есть. Не пытаясь ее переделать. Следующий важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это момент, связанный с семьей, с созданием семьи. У меня возникло такое ощущение, что вы даете особое значение семье. Потому что мы уже выбрали себе, ну вот, как вы сами описываете, для создания семьи. То есть, вам семья для чего-то не видна. Вопрос, конечно, заключается в том, зачем, из чего проистекает ваша такая вот потребность в семье, в семейных отношениях. От чего вы пытаетесь себя защитить, если пытаетесь? Ну, на мой взгляд, очевидно, что вы пытаетесь себя защитить, потому что семья это всегда про защиту, про собственную незащищенную. Вот, ради этого вы готовы пожертвовать, там, своей самооценкой, своей самостоятельностью и так далее. Лучше бы распориться с других людьми. Лучше бы вас эти другие люди поопределяли бы немножко. Вот, здесь, конечно, вопрос о восприятии вами себя самой. Ну, я бы сказал, негативное восприятие вами себя самой. Вот. Что касается предательства, то здесь есть очень важный момент. Дело в том, что предательства существуют только тогда, я об этом, в принципе, уже сказал, да, но скажу ещё раз, что предательства существуют тогда, когда есть раскаяние. Если раскаяние нет, если раскаяние не имеет места быть, то предательства не существует тоже, потому что предатель в данном случае вымышленный. Человек просто вел себя так, как считал, ну, это могло быть не самое лучшее решение его, но, вместе с тем это решение было, ну, вот именно таким, каким хотел человек. Вот, в том, что оно было, да, не самое лучшее. Это правда. Вот. Но, тем не менее. И вот вы не принимаете, вот, тех решений, которые были приняты вашей маме. Вы не принимаете её, потому что вас это вызывает, потому что вы принимаете это на свой счёт. Ну, ибо, личные границы у вас, личные границы у вас достаточно слабые. Вы не отделяете себя от матери, да, и, как бы, ну, не позволяете ей матери, я имею в виду, быть, условно говоря, самой собой. Стоит, что маме что-то должна, что вы что-то должны и так далее. Стоит, что это всё определённые ожидания по отношению к матерам. Обратите внимание, тогда, вот на, вот ещё какой момент, момент. Значит, вы, вы говорите о том, значит, что вы дочь первого. И неудачный вы брак. Вопрос, который мне кажется, вам можно себе задать. Не повторяете ли вы сейчас позицию своей мамы? То есть, ну, не повторяете ли вы её? Не делаете ли вы то же самое, что и мама ваша? В плане того, в плане того, что у вас ничего не получилось с мужем. Вы с ним расстались, это тоже первый ваш брак. И тоже ничего не вышло. Понимаете? То есть, вы можете повторять сценарий своей мамы. Если вам этого не хочется, если вы этого не хотите, то, на мой взгляд, нужно, чтобы вы смотрели в сторону работы со специалистом. Чтобы вы смотрели в сторону того, чтобы работать на, ну вот, по этим проблемам. В правильном случае я боюсь, что ситуация будет ухудшаться и дальше. Ну вот, ну это, так или иначе, то, что я хотел вам сказать. А, значит, дальше вы пишите, как дальше жить? Скажите, а вам жить больше не ради чего? Ага. Вам... Ва-вам... Больше не ради чего жить кроме какаа. Только... Ради мамы, например. Потому что, ну, как мне кажется, вы потеряны в плане смысла жизни. Если так, то проблематика эта серьезная, помимо того, что она делает вас зависимой, она еще и достаточно негативно влияет на вас, и, судя по всему, на детей. И, наконец, последнее, что хочу сказать, это жертвенность. Вы достаточно сильно ведете себя как жертву. Мне так это видится, по крайней мере. Что я имею в виду? То, что все у вас плохо, то что, ну, везде, если не везде, то в больших, по большей части, по большей части, у вас есть проблемы, да, у вас есть трудности. Вот. И, на мой взгляд, это жертвенность, когда вы, ну, по сути, не ответственны за себя, да, когда вы, ну, вот, склонны обвинять, ну, других вот в том, что с вами происходит, эта позиция очень негативная. Потому что вам она ничего не дает, кроме обид на постоянных основах. И, соответственно, из этой позиции нужно выходить. Как выходить? Ну, через, в первую очередь, взятие личной ответственности за свою жизнь, за свои решения, за свои поступки в том числе. Вот. И через поиск и реализацию своих жизненных смыслов, например. Через, например, работу за самооценкой, которая у вас достаточно низкая. Вот. Все это нужно исследовать. Во всем этом нужно вам разбираться. и по итогу вы сможете прийти к неким позициям, неким решениям, которые помогут вам принять свою маму, принять вам себя. И так далее. Надеюсь, что вы обратите на это свое внимание. Я вам со своей стороны могу пожелать всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация изменится. Я надеюсь, что вы найдете пути решения с нами, то есть с психологами или без психологов. Я надеюсь, что вы найдете для себя пути решения. Ну а мы вам, если у вас есть такое желание, мы вам в этом поможем. Если вы нам, конечно, позволите это сделать. На этом все. Я желаю вам еще раз удачи. Всего самого доброго. Продолжение следует...